Наш первый спикер это Артур Перевалов, он сотрудник лаборатории физики плазмы ФТИ имени ОФА и аспирант Плитехнического университета. Артур расскажет о том, сколько человечество потребляет энергии в современном мире, как потребляло раньше и что будет с этим потом, что будет дальше. О том, какие источники мы используем, откуда они взялись и когда у нас наконец возможно появится термоядерный реактор. Артур, прошу. Спасибо. Так, давайте вспомним определение. Что такое энергия примерно понимаем, что такое мощность, чтобы сразу оперировать на одном языке. Мощность это энергия за единицу времени. Поехали дальше. Возьмем одного человека. Предположим, что вместо того, чтобы ходить на работу и стучать по клавишам, или не важно, что вы там делаете, сидите и крутите 8 часов педали. С какой мощностью будет развивать? Есть варианты? 150-300. Ну, вообще похоже на правду. В среднем человек способен около 100. Я видел видео, как профессиональный велосипедист выжимает, по-моему, 15 минут, значит, грет, ну, круть с педали, он выдает 700 ватт и там типа на тостер хватило. То есть он за 15 минут смог немного поджарить тост. Ватт вообще маловато, да? Всего лишь две лампочки таких средних, ну, если говорить про лампы накаливания. А вот сколько мы потребляем? Возьмем три страны, в общем-то, наверняка известно. Возьмем всю энергию, которую потребляет все население страны за год, разделим на время, да? Получим энергию и разделим на количество людей. Получим энергию, точнее, мощность, которая необходима для того, чтобы человек существовал в этом государстве. Как вы думаете, какой примерно получится в России мощность? Большая, маленькая. Давайте так, предположим, что один чайник — это киловатт. Сколько чайников? 50. Ну, короче, в России примерно 6,5 киловатт. Постоянно на каждого из граждан 6,5 вот таких вот чайников 24 на 7, 365 дней в году как будто бы тратится. Значит, в США это почти в два раза... Электрическая или какая-то? Это всё, вся энергия. И промышленность, да? И промышленность, да, в том числе. Значит, в США почти в два раза больше, а есть ещё... Кто же знает, что за флаг? А в Японии? Может быть, может быть... Нет, это Бангладеш. Это небольшое государство, территориально небольшое, народу там больше, чем в России. На 20 процентов, а площадь, по-моему, 2 ленобласти. В общем, большая часть населения занята подготовкой еды, ну, выращиванием еды для этого населения. Там всего 300 ватт на человек. Я к чему, что даже там, в таких странах, где, в общем-то, ну, не всё хорошо, на каждого человека необходимо, вот как будто бы ещё три человека круглосуточно на него бы работали. Да, вопрос о том, откуда эта энергия. Значит, по миру средние параметры такие, что около трети уходят на промышленность, на производство и так далее. Около четверти на транспорт, чтобы, там, дальнобойщики возили или не возили, там, самолёты летали. И ещё пополам на домашние нужды офиса. Значит, я приготовил такой вот некоторый график, на котором, ну, наверняка не всем будет видно, но, в общем, такова жизнь. Значит, в каждой точке это разная страна. Чем страна ближе направо, чем она вот туда вот ушла вправо, тем больше каждый гражданин потребляет энергии, то есть вот этого числа. А чем выше, тем больше ВВП на душу населения. То есть справа энергетические страны, сверху эффективные. Значит, ну и что мы тут вот как-то можно увидеть? Вот здесь вот Исландия. В Исландии там порядка 25 киловатт на человека. Наверное, потому что там, ну, просто населения мало, что-то происходит, ну и холодно. Тут почему-то тринидад и табако, почему оно там, я не знаю. Ну, как бы, так получилось. Здесь вот находятся основные нефтяные, такие небольшие страны. Вот здесь вот чудесный Люксембург. Потребляет много, но по ВВП вообще впереди всех. А Россия, по-моему, вот тут. Значит, мы по ВВП находимся в три раза ниже, чем Нидерланды, а энергии потребляем примерно столько же. Ну и вот если взять, если преобразовать эти данные в таблицу, то вот такая вот таблица показывает следующее. Сколько долларов ВВП получается за один ватт энергии, которая тратится в стране. И параметр получается следующий. Что у Швейцарии, вот по моим подсчетам, самая высокая эффективность. С одного вата они получают 18,5 долларов. Там же рядом Гонконг, Дания, Союзное королевство. Израиль – это вот от 9 до 18 долларов. Россия в этом плане находится вот у нас 2,2, 2,3 доллара между Бангладеш и Камбоджей. Ну, там еще какие-то странные ряды есть. То есть при этом, да, Соединенные Штаты, которые, насколько я помню, около 20-25% мирового ВВП, у них этот параметр не то, что приближен даже к швейцарскому, да? Порядка 6. Так вот, значит, потребление. Мы сейчас потребляем за год, если я правильно помню, примерно 0,3 на 10 или 24 джоули. В общем, какая разница, большие числа люди плохо воспринимают. Но, чтобы понимать парадки, это столько, сколько человечество потратило за все время, со времен, ну, не динозавров, но мамонтов до 19 века. Потом мы научились сжигать углеводороды и закрутилось, завертелось, понеслось. И мы начали потреблять прям так экспоненциально огромный рост. Ну и плюс население гораздо лучше стало. Пробуйте. Вот, длинненько. Алло, раз-два, слышно? Да, прекрасно. Хорошо. Значит, начали потреблять значительно больше, начиная с 19 века, начали сжигать эффективно углеводороды. И, значит, тенденция есть следующая, что за какой-то промежуток времени, точно скажите, 15-20 лет, население увеличилось планетой на 20%. За то же самое время потребление энергии увеличилось на 30%. То есть потребление растет быстрее, чем население. То есть каждый из нас в среднем начинает потратить больше энергии. В дальнейшем, неважно, когда это произойдет, но когда-нибудь мы придем к тому, что углеводороды, на которых мы сейчас в основном живем, закончатся. И если мы не найдем каких-то хороших источников, мы придем к тому, что было здесь. А здесь что было? Какими энергиями пользовались? Ну, 100 ватт. Все, которые у нас были. Ну, какие источники у нас были? Уголь, дрова. Дрова, скот и рабский труд. К которому мы снова можем вернуться в work and travel, заиграть новые краски. Конечно, хотелось бы, чтобы это выглядело вот так. Я не готов рисовать, что будет здесь. Такие далекие прогнозы могут делать футуристы или специалисты конкретно в том, что будет. Я не знаю, какие специалисты называются. Есть различные предсказания о том, что, может быть, население перестанет расти после 12 миллиардов. Может быть, оно будет вообще есть друг друга, потому что у нас так... Ну, ладно, это, по фантазии. В общем, хочется чего-то вот такого вот. Причем, чтобы... Желательно, чтобы мы не сильно углеводород это сжигали. Так вот, давайте конкретнее про энергетику. Что нужно знать про энергетику? Вот у меня тут есть кликер, да? Наверное, я ему года два-три. То есть, его пару лет назад произвели, и вот он приехал в магазин, сколько-то лежало, его купили, теперь носят, значит, этот им пользу. Позрыв каски. Здорово. А про энергию... Сейчас, про электроэнергии нужно знать следующее. Сколько потребилось, сколько выработалось. Если у вас сейчас вот стоит какая-то электростанция, производит энергию, и если она производит больше, чем нужно населению, это просто пропадает. Можно открыть атмосферу, можно уменьшать мощность. Это очень важный момент, запомните. Теперь, значит, пример показываю следующий. Это, если я правильно помню, 31 января 2011 года, Германия. Вся Германия – потребление электроэнергии в этот день. То есть, паттерн, примерно, всегда одинаковый. В 6 утра народ потихоньку просыпается, ездит на работу, включает компьютер, ездит на что-то там, что делает, работает, 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 потом идет домой, развлекается, и город засыпает, ну, Германия засыпает, и потом опять просыпается. При этом всегда есть некоторая базовая нагрузка, ниже которой ничего не опускается, есть всегда, ну, некоторая пиковая нагрузка. Примерно так. График зависимости потребления энергии от дня, ну, от времени, вот так и на протяжении года. Меньше всего на рождественские праздники, когда народ на работу не ходит, уезжает в отпускай и так далее, и больше всего, когда, ну, в общем-то, прохладно, и рабочие дни – конец января. Конец января – начало февраля. Отлично. Значит, в Германии после трагедии на Японии, на Фукусиме отказались, сказали, что мы будем отказываться от ядерной энергетики, хотя Германия на тот момент составляла около 30%. Это точно не будет, там, 20, 30 или 40, ну, в общем, значительная часть. Поэтому, значит, начали активно развиваться альтернативные источники. Конкретнее какие? Ветростанции, да, наземные, так называемые офшорные ветростанции, которые стоят вне берегов, и электроэнергетики, солнечные энергетики. Значит, здесь такой вот не очень хороший, не очень утешительный параметр, как энергия, которую эти источники дают. В Германии очень хорошо развита альтернативная энергия по сравнению с даже какими-то большими соседями. Обязательно, наверное, нужно говорить про большие страны. Про Данию чуть попозже. Значит, если у нас... Вот, в Германии в какой-то момент ветроэлектростанции могут давать порядка 40% от потребности, от всей потребности. Солнечные могут давать порядка 50%. Но в сумме на протяжении года, как вы наверняка понимаете, когда-то есть, например, безветренная ночь. Когда у вас это всё не даёт, и всё это берём у средней, мы получаем, что в Германии, где всё хорошо развито, 8% — это ветроэнергетика, 4% — солнечная, и осталось всего ничего. Всего-то 85%. Не очень утешительно. И вы скажете, так давайте построим в 10 раз больше солнечных батарей и в 10 раз больше ветростанций. Но тут как раз срабатывает тот момент, что невозможно предугадать, когда будет ветер. Кстати, можно предугадать, когда будет солнце. Но никогда нельзя предугадать ту ночь, когда не будет ветра. Поэтому это достаточно сложный график. Кто-то, может быть, взгрустнёт, кто-то, может быть, поймёт. Опять снова год. Но теперь не с 1 января по 31 декабря, а просто вот чёрная линия — это потребление энергии. Здесь у нас 31 января — самый-самый такой энергетический затратный день. Здесь, ну, там, скажем, сочельник, когда меньше всего. И просто по порядку их выстроим, да? И точно так же поступим с той энергией, которая может поставлять нам солнечная и ветроэнергетические установки. И, значит, на 2010 год это был, ну, вот, какой-то такой вот, значит, такая кривая. Ну, вот, скажете, давайте сделаем в 3 раза больше, будем 30% потреблять. Ну, вот, сделали в 3 раза больше, и это тот момент, когда мы, значит, смогли обеспечить 25% всей энергии за год, но у нас уже появился тот день, когда ветроэнергетика вместе с солнечной произвела больше, чем нужно. Больше, чем нужно в самый-самый, как это, затратный день. При этом, соответственно, осталось ещё куча дней, когда этого не хватает. Давайте построим ещё в 2 раза больше, ещё в 2 раза больше, и сделаем так, чтобы мы в среднем вырабатывали 100% энергии. Вот эта кривая здесь вот, значит, вот она такая вот хитрая. И что мы здесь видим? Что только 4 месяца, при десятикратном увеличении площадей фотоэлектростанций и ветроэлектростанций, только 4 месяца можно полностью жить на этом, а остальное, причём это может быть не потратить 4 месяца, это может быть разные совершенно дни. При этом 8 месяцев нам всё равно не хватает. Когда-то есть тёмная безветренная ночь, когда у нас вообще сидим без света, а когда-то есть дни, когда мы в 4 раза больше производим, и что с этим делать? Есть разные варианты. На настоящий момент, насколько я знаю, нет особой технологий, которые бы позволяли в промышленном масштабе сохранять энергию для такого масштаба. То есть мы можем взять автомобиль Тесла, закачать в него сколько-то киловатт часов и проехать 100 километров, да? Но мы не можем взять 100 миллионов тысяч, я не знаю, сколько-то там, таких вот аккумуляторов и запитать от них горы. Так это сейчас не работает, да? А гидроаккумуляторные станции, вот как в Загорске в Московском области? Гидроаккумуляторные станции, во-первых, я конкретно про них сказать чего-то не могу. По моим подсчетам это все достаточно эффективно, но требует больших площадей и ненадежно. Более того, есть известные исторические случаи, например, начало 20 века, Таджикистан, когда Советы там начали строить плотины. И когда вместо сухих ополозней, там землетрясений много, вместо сухих простых каких-то камнипадов, там начались страшнейшие ополозни из-за того, что стало слишком влажно. И эти ополозни там сносили гораздо. То есть изменение экосистемы это тоже так, ну то есть все, что связано с водой, зачастую меняет экосистемы. Что зачастую непозволительно уже государство. Так вот, да, у нас пока нет механизмов, как сохранять огромные масштабы, в огромных масштабах энергию, то нам нужно искать что-то другое, что нам может дать какие-то источники, которыми мы будем пользоваться и радоваться жизни. Значит, теперь другая тема. Откуда взялись вообще все источники? Вот мы с вами живем на углеводороде, правильно? Мы с вами едим животных или траву. По большому счету. Откуда взялись животные? Животные съели траву. А откуда у травы энергия? От солнца. Чуть-нибудь. Мы сжигаем углеводороды. Углеводороды были когда-то биологическими организмами, они взяли энергию? Солнечные. Мы пользоваться солнечными электростанциями, солнечными электростанциями, это солнце. Мы пользоваться — это гидроэлектростанцией, которые берутся из-за того, что солнце нагревает воду, вода взлетает, падает, крутит турбину — профит — солнце. Остается что у нас? Геотермальных. Геотермальные источники. У нас остаются ядерные источники, которые к Солнцу именно к нашему Солнцу никакого отношения не имеют. К другому — сверхного. которая когда-то тут взорвалась. Тут да. Еще есть прилирные электростанции, которые воруют энергию у вращения Земли. Но что-то я не помню у нас больших установок этих. Да. Может кто-то читал Хокинга, он говорил, что когда он писал одну из своих книг, ему редакторы сказали поменьше формул, каждая формула уменьшает продажу в два раза. Он все равно оставил одну формулу, но очень важно, что энергию можно взять из массы. То, что делает Солнце по большому своему счету. На Солнце много массы, и оно ее как-то преобразует в энергию. Кстати, до этого дошли относительно недавно всего, лет восемь. Страшный график, верю. Здесь по порядку условные элементы таблети Менделеева. Тут водород, тут например, уран. А по шкале Y у нас та энергия, которую необходимо затратить для того, чтобы оторвать от ядра одну частицу. То есть это так называемая энергия связи данный уклон. В чем простой принцип этого графика? По большому счету, все в мире стремится к минимуму энергии, потенциальной энергии. Если я отпущу сейчас этот пульт, то он упадет вниз, потому что там энергии у него поменьше. Ему туда охота. Теперь здесь все примерно то же самое, только для того, чтобы получить потенциальную энергию, надо немножко перевернуть, и тогда мы увидим, что железо находится на таком дне. В принципе, все элементы, которые вы видите в таблице Минделеева, они все, по большому счету, очень хотят стать железом. Кушать не могут, как хотят стать железом, но у них есть свои трудности с тем, чтобы к этому прийти. И, значит, по большому счету, когда-то Вселенная может прийти к своему железному будущему, как эти ребята, помните, да? Планеты Железяка, вот это все. Окей. Значит, как устроен ядерный распад? В принципе, обычно там, когда-то в школах еще этому учат, потому что у вас есть большое ядро, в него все-то полетает, оно разваливается пополом, выделяется некоторое количество энергии, профиль. Да, у вас есть тяжелый элемент, он разваливается на несколько меньших, и вот эта вот разница энергии, вы ее получаете в виде тепла, который вы кипятите воду, вода крутит в турбину, ну, дальше план неизвестный. Идея термоядерного синтеза и вообще, уровень термоядерного синтеза, и вообще весь термоядерный синтез, который происходит в звездах, основан на немножко другом. У вас есть какие-то мелкие элементы, и вы из них собираете с от потяжеления. Ну, то есть, прийти к железу с другой стороны. Примерно так это выглядит для среднего обывателя, да? Что такое термоядерный синтез? Ну, вот в Астердом мы тут слышали про царь бомбы и прочее, это неуправляемый термоядерный синтез. Значит, мы, когда говорим про термоядерный синтез, мы говорим про управлять. Это важно. Потому что, ну... Вкратце, как это происходит, как это должно происходить? У вас есть диетерий, у вас есть тритий. Это изотопы водорода. Если сейчас стало сложно, то, ну, простите. Тритий и диетерий — это, по сути, тот же самый протон, то есть водород, которому пределан один или два нейтрона. Вы берете эти две штуки, разгоняете их. Они вообще положительно заряжены, поэтому им вместе не очень хочется быть. Вы их хорошенько разгоняете, они соединяются в гели-5. Гели-5 не очень любят быть собой, поэтому разваливается на гели-4, при этом выделяется некоторая энергия. Вы эту энергию пользуетесь. Ну, то есть опять, в случае Солнца выделяется там тепловая энергия, которая впоследствии переходит в световую, и мы тут... Нет, это то. Вы смотрите на... Солнце смотреть не надо. Ну, в общем, вы видите на переживу черный уже цвет. Так вот, а что необходимо для того, чтобы все это произошло? Например, вам, может быть, достаточно сделать звезду, но мы пока так не умеем, да? Значит, на Солнце оно сейчас само происходит, там очень много горячего газа, оно уже зажглось, горит. Вот Юпитер не зажглась, он не горит, а Солнце зажглась. Оно достаточно большое. А на Земле, по крайней мере, для того, чтобы это произошло, необходима большая температура. 10 КФ. Порядка 10 КФ. Значит, большинству это говорит ровно ничего, но это примерно 100 миллионов Кельвинов или 100 миллионов Цельсий. Там плюс-минус 300 уже... Не особо-то важно. Горячо? Да? Я дома так не умею. А что нужно понимать про такие температуры? Когда у нас есть что-то настолько горячее, во-первых, оно существует в нашем с вами мире, которое по сравнению с этой штукой очень холодно. Мы с вами знаем, что если есть что-то горячее, и оно так короче, что это холодное, оно все это вместе придет к чему-то посерединке. Так вот. Для того, чтобы так сильно нагреть, во-первых, когда вы так сильно нагреваете, вы получаете не просто там... Ну, скажем, нельзя просто взять воду, нагреть ее до 100 миллионов Кельвинов, а радоваться жизни. Во-первых, сначала она развалится на кислород и водород, потом она развалится уже на атомы и электроны. И это уже будет представлять себя плазму, которая ведет себя совершенно отвратительно. На самом деле, когда вы берете что-то в руку, вы взаимодействуете электрическими полями. У вас электроны в вашей руке взаимодействуют с чем-то другим и не дают друг другу пролезть. Плазма — это разделенные электроны и протоны, и они не очень хорошо так работают. Они совершенно спокойно могут проникать друг через друга. И более того, как только они прилетают к какому-то веществу, которое холоднее, чем плазма, во-первых, они могут это сжечь, потому что, как видите, они горящие. Во-вторых, электронные протоны могут просто перестать бить плазму. Они охладятся сами и, в общем-то, феномиды и алиокомиды. Чудненько. Я близок. Магнитное удержание. Значит, эта идея появилась где-то там еще в 50-60-х, даже, может быть, в 40-х годах XX века. Что мы будем делать? Мы возьмем бублик полый, загоним туда газ, создадим там магнитные поля определенной конфигурации, определенной электрической конфигурации. И что мы получим? Мы получим, что из-за наличия таких полей, которые будут, по сути, своей некоторой стенкой. То есть простая стенка, как вот эта, она для плазмы не хороша, потому что когда к ней прилетает плазма, или плазма погибнет, или стенка. В случае, ну, в таком случае, в случае, мы управляем трансляции, за мной говорим, что плазма погибнет, нам этого бы не хотелось. А магнитные поля, в случае вот такого бублика, они позволяют частицам, скажем так, вращаться по спирали и летать вот так по этому бублику. Значит, о том, что, почему не по шарику, а по бублику, кто-то может погуглить о нем о волосатом шаре, ну, это как бы вне данной лекции. Значит, и вся идея в следующем, что у вас здесь вот есть плазма, и вы, значит, по ней вот так вот гоняете ток, ну, ток самой плазмы. Если вы знаете, как устроен чайник, да, то вы знаете, что там есть нагревательный элемент, по которому гибнет ток, который греется. Все то же самое. У вас есть электрическое поле, ну, напряжение, гибнет по этому ток, все это греется. Чудно. Вы получаете температуру 10к, профиль. По этому поводу еще в 60-х сказали, так, дайте нам 20 лет, мы построим термояд. Потом в 70-х сказали, дайте нам 20 лет, мы построим термояд. Повторили в 80-х, в 90-х. И в 90-х, значит, все прикинули, что что-то тяжеловато тут по одному, да, там, типа, отдельно, каждая сторона. И решили, давайте мы все вместе скинемся, значит, там, там, если я правильно помню, 6 различных сообществ. Евросоюз, Индия, Япония, Корея, Россия, США. Все, значит, собрали некоторое количество денег. Суммарно, нет вот такой определенной стоимости проекта вот прямо в евро. Оценивается она порядка 10-15 миллиардов евро, что в 2-3 раза дороже, чем коллайдер, между прочим, да. Но, кстати, если я правильно помню, в 5-10 раз дешевле, чем каждый из космических программ. То есть и про советскую космическую программу, и про Аполлон. То есть это сумма, которая, ну, вполне осязаемая, но просто достаточно большая. Значит, и уже с конца 90-х и сейчас все продолжают строить этот замечательный ИТ, это Международный термоэнергетический реактор. Строят его на юге Франции. Тогда Раш, по-моему. Он является, кстати, международной территорией. То есть это не территория Франции. Я вот пару недель назад был на конференции, оттуда приезжали ребята и говорят, что приезжайте к нам, даже если вы, там, вам нельзя в Евросоюз, потому что вы совершили какой-то crime. Вот, у нас международные правила, мы вас можем пустить. Это большая установка на высоту, то есть порядка 30, там, даже больше метров. Здесь где-то можно увидеть человека, у кого очень хорошее доедение. Я уже абсолютно плоховато его вижу. Здесь такой здоровый-здоровый бублик. Котлован вырыли лет 10 назад, по-моему. И сейчас уже, по-моему, крыша стоит. Все внутреннее пока готовится. Большая часть стран содружественных, которые заняты в этом проекте, занимаются тем, что готовят отдельно какие-то там. Кто-то катушки готовит, кто-то там стенки, кто-то еще что-то. И, значит, основная цель этого проекта – это, как бы это не хотелось, не сделать реактор. Основной целью этого проекта является то, что мы хотим экспериментально показать, вот прямо вот в бюджете построить и показать, что такая штука может стать реактором. После чего начнется установка уже другого реактора, в проекте, называющийся DEMO, уже реальный энергетический реактор. Значит, и даты сейчас стоят такие, что порядка 2020 года эта вся штука начнет стоять эксперименты, и вот в течение 10-15-20 лет там будет оттачиваться до конца работа, и вообще необходимо… Что сказать? Критерия – это самая большая, самая дорогая во всех параметрах коллаборация большого количества стран. То есть у каждой страны кого-то, да, у Советского Союза, у США были космические программы, очень дорогие. Но никогда не было такого, чтобы вот большое количество стран собрались и что-то такое вот дорогое сделали. Значит, что хорошего в термоэдерном синтезе по сравнению с ядерами, реальным распадом? Во-первых, если вы хотите… Как устроить ядерный распад? Вы, значит, условно что-то начинаете нагревать, да, что-то начинает происходить, и вы пытаетесь сделать так, чтобы оно не превратилось в бомбу, по большому счету. То есть вы сдерживаете его. В случае термоэдерного реактора вы на кончике ножа держите только, чтобы оно не провалилось. То есть если условно вы берете, делаете в Takamaki дырку, то, в общем-то, стоит это очень дорого, потом заделать дырку, вытащить оттуда все газы, но в принципе все, что происходит внутри, превращается в простой воздух. Ну, гелий. Далее, отходы радиоактивные. Во-первых, значит, у радиоактивных отходов очень небольшой срок жизни, ну, в период полураспада у Трития порядка 12 лет, в сравнении с ураном это здорово, у которого там… Вот различных оттопов урана по-разному, там, сто, тысячи лет. Здесь всего 12. И количество вообще топлива на радиоактивного топлива, Тритий радиоактивен, не может… Ну, там, за год понадобится реактору, там, сколько-то килограмм этого Трития. И даже если туда прибегут террористы, расплатают Тритий, начнут разбрасывать по окрестностям, то, по большому счету, никакого вреда значительного не будет. То есть, даже итоговый уровень фона будет ниже, чем разрешенный. А топливо, ну, по большому счету, вода. Нам нужен водород, нам нужен дейтерий, которого очень много в простой нашей морской воде, примерно, там, отношение 5000 водородов к дейтерию. Ну, и с Тритиями есть проблемы, но они вполне себе решаемы, а то, откуда его брать. Поэтому, значит, идея вся такая. Термоэйтерный синтез, возможно, станет нашим будущим источником энергии. Спасибо. Спасибо.